Ну что, давайте, наверное, знаете, потому что очень много людей, которые меня спрашивают про дереализацию, я не думаю, что этот кейс будет очень долгим, вот очень много людей в Ютьюбе, ну как очень много, не очень много, но бывают люди в Ютьюбе, которые носятся с дереализацией, которые мучают меня и моих коллег по вопросу дереал, 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 и, к сожалению, в большинстве случаев мы не говорим о дереализации, говорим о том, что человек пошёл на какой-то форум, прочитал некоторые свои симптомы, сам себе поставил диагноз, сам пытается вылечить некий дереал, и удивительно, и у него не получается. Вот давайте сейчас проверим, как зовут человека, я не вижу. Вот, Марьяна. Марьяна, не проходит дереализация, хотя паники и панических атак уже нет. Пожалуйста, позвоните мне в скайпе, давайте я вот постараюсь вам помочь разобраться, о чём всё-таки идёт речь. Алло. Марьяна. Да, здравствуйте. Привет. Так, ну что, рассказывай. В мае этого года у меня была первая паническая атака. Подожди, 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 подожди. Извини, пожалуйста, ты что-то так, ты активно начала. В мае когда? В мае этого года. Так. Была первая паническая атака, то есть я подумала, что я схожу с ума. Вот, потом у меня какое-то чувство нереальности. Какое-то это какое? Всё казалось нереальным, то есть происходит не со мной. Как будто в фильме, будто я в аквариуме. Такая вот дымка в голове. Как эта дымка в голове? Ну, будто ты в тумане. Ну, как это, будто ты в тумане? Ты либо в тумане, либо нет. Такое чувство, что всё ненастоящее, что оно какое-то не такое, как должно быть. То есть не такое, как было раньше. Будто я смотрю какой-то фильм, это происходит не со мной. Так, дальше. И, ну, вот это продолжается до сегодняшнего дня. Вот. То есть, вот так. Ну, я раньше жила в другом городе. Подожди, 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 подожди. Не таратуй. А посмотри на руку сейчас на свою. Да. А теперь посмотри на моё видео. Я закрыла. Хорошо. Я через телефон. Окей, хорошо. Посмотри на свой телефон. Да. Разница есть? Есть. Какая? Это рука, это телефон. Это понятно. Восприятие разницы есть? Нет. А в чём разница? Ну, в предметах. То есть, разницы в восприятии нет. Но они какие-то искажённые предметы эти? Нет. Нет, абсолютно. То есть, такие, какие они есть. А где же твоя дереализация? В чувстве, что... Нет, дереализация – это искажение восприятия. Когда предмет тебе кажется искусственным. Кань, ты видела мультики рисованные? Да. Ну, вот это туда. Деперсонализация – это когда человек ощущает некоторые другие вещи. А ты, когда смотришь на себя в зеркало, ты как к этому вообще относишься? Бывали моменты, ну, то есть, не всегда, но вот бывали моменты, что я смотрю и не то, что себя не узнаю, просто какое-то, ну, как-то странно, что у меня такой вид, что это я. Сколько тебе лет? Двадцать три. Двадцать три. Скажи мне, Марьяна, да? Да, да, да. Марьяна, скажи мне, пожалуйста, в мае этого года начались первые панические атаки. А что произошло в январе, февраль, март, апрель? В январе мне мой парень сделал предложение. Вот, я знала, что я уже переезжаю в другой город, и я очень волновалась, как я брошу маму с моими младшими братиками. Он, у меня брат, инвалид. Вот, ну, с другим, слава богу, всё хорошо, но я переживала, как она одна с ними справится. А почему ты так за это переживала? Ну, потому что старший брат, тот, который инвалид, ну, он очень тяжёлый ребёнок. И я вижу, как маме тяжело, и мне казалось, что если я буду рядом, я буду ей помогать. Вот, ну, ну, поэтому я переживала. Но потом я переехала, вот, и я поняла, что всё хорошо. У меня, кроме моей, так званой, дереализации, были и другие симптомы. Эти другие симптомы, они прошли. Такие? Вот. У меня была постоянная тошнота, у меня покалывание по коже. Тики нервные были, и чувство, как будто голова какая-то забитая, куча мыслей. Ну, состояние такое, тяжёлая голова, вот. Скажи, пожалуйста, в январе молодой человек сделал тебе предложение, а в мае начались такие проявления. Февраль, март, апрель, вы переехали куда-то? Нет. Но ты осталась там же, с родителями? Да, да. Я только в конце августа переехала. Когда в конце августа ты переехала, что-то изменилось? Да, вот эти симптомы, которые я сейчас назвала, они полностью пропали. Вот. То есть нет тревоги, нет паники, всё абсолютно спокойно. Единственное, это вот такое вот состояние, что всё нереальное. Какое-то... Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, почему изменились психовегетативные состояния в августе, когда ты переехала от мамы, если для тебя быть рядом с мамой является сверхзначимым? Потому что я ушла с работы, которая мне не нравилась. И одновременно, если я считала, что быть с мамой – это хорошо, но мне было тяжело с ними одновременно. То есть я хотела какой-то приватности, чтобы меня никто не трогал после работы. А после работы ко мне, конечно же, заваливались мои братья. Вот. И я думала, что с ними, конечно, это хорошо, но я уже и с ними не могу. Вот. Я считаю, что симптомы пропали по той причине, что я и с работы ушла, и как-то решилась, и переехала, и вижу, что всё хорошо. Стоп. Вижу, что... Что всё хорошо, ничего без меня там не развалилось, все живы, здоровы, счастливы и без меня. Стой, тормози. Я прошу внимания всей аудитории. Значит, смотри. Это очень важно. То, что ты сейчас сказала. Ты действительно на поведенческом уровне. В августе доказала себе, что то, что ты думала в январе, цитирую, я переживала, как мама справится со сложным ребёнком, потому что я должна ей помочь, иначе, значит, ей будет тяжело. И ты в августе переезжаешь и видишь, что на самом деле ничего критического не изменилось, ничего страшного не произошло, и это чисто бихвеоризм, чисто поведенческий опыт. Это понятно? Да. Вот. Параллельно ты уходишь с работы, и параллельно ты получаешь приватность. То есть, в принципе, по всей цепочке логики тебе должно стать гораздо лучше. Но... И ты говоришь, что у тебя многие вещи закончились, да? Да, да, так и есть. Но осталось какое-то состояние. И вот здесь очень важный момент про правильную диагностику. А ну-ка расскажи мне сейчас про декабрь, про твоё самочувствие, где ты живёшь, с кем и чем ты занимаешься, и что ты думаешь по поводу того, что тебя нет рядом с мамой. В декабре, в январе... Не, в декабре, это сейчас у нас, в декабре. Ой, ссори. В декабрь... Ну, я сейчас не работаю, я не могу найти работу себе. Живу я со своим мужем. То, что я переехала от мамы, это очень даже хорошо. Сказалось и на мне, и на ней. Вот, в принципе, занимаюсь готовкой, стиркой, всё как всегда. Работу не могу найти. Что ты об этом думаешь? Ну, это не критично. Я в поисках. У меня было много собеседований, но я не соглашалась на работу, потому что я видела, что отношение будет как на прежней работе, то есть принеси-подай. Я уже не готова на это соглашаться, поэтому я ищу дальше, не расстраиваясь. А что такое принеси-подай на прошлой работе? На прошлой работе, то есть я работала администратором, был главный администратор, и получается, что я исполняла, делала всё, что мне говорили, хоть мне это не нравилось. Потом, когда я стала сама главным администратором, у меня обязанность была создавать хорошую атмосферу, то есть пресекать конфликты и так далее. Но у меня там не то, чтобы конфликт был, я хотела высказывать свою точку зрения, но наш руководитель не разрешал мне это делать, потому что у меня обязанность создавать хорошую атмосферу. То есть у меня не было права высказаться как-то резко, негативно, так как я хотела. А хотелось бы? Да, да, да. Ты упомянула сейчас, что тебе не давали высказываться так, как ты хотела бы, и несколькими минутами раньше ты сказала, что для тебя очень важна приватность. Да. Можешь как-то это объединить и прокомментировать? Объединить? Ну, мне нужно побоить одной, чтобы подумать, чтобы как-то формулировать свои мысли нормально и потом их высказывать, и чтобы меня слушали и выслушали. То, что нас пресекали. А зачем, чтобы тебя выслушали? Ну, потому что на прошлой работе, когда, как мне кажется, я была права и хотела руководителю сказать, какая у меня точка зрения, мне сразу же пресекали, говорили, что нет. А почему тебе важно, чтобы тебя выслушали и чтобы они услышали твою точку зрения? Потому что я хотела, чтобы руководитель знал, как... не то, что как это было на самом деле, ну, сейчас просто об одном конфликте вспомнила, чтобы... Ну, то есть, просто он был на стороне, на другой стороне, а я хотела, чтобы она увидела это моими глазами, как я понимаю, этот конфликт, но... Зачем? Чтоб была справедливость. А для чем справедливость? Ну, чтобы, наверное, послушали меня в этой ситуации, а не другого человека. Что для тебя означает справедливость и послушали меня, и чтобы я была значимой? Просто хочется, чтобы мы к моей точке зрения тоже прислушивались. Ты сейчас говоришь о том, что кто-то долгое время не прислушивался к тебе? Ну, бывало и такое на работе, да. Почему? Ну, там было много ситуаций, которые выставлялись неправдиво. Я пробовала себя защищать, но это всё выворачивали так, что я не права, и лучше мне было молчать. Как ты к этому относилась? Ну, тогда я слушалась руководителя, но сейчас я понимаю, что это была глупость. Что сейчас из того, что ты перечислила справедливость, слушали меня, значимо, не удовлетворяется? Я думаю, что значимость. Как сегодня ты не получаешь значимость? Ну, вот я прихожу на новые собеседования, и это начинается всё как на прошлой... Ну, то есть я начинаю всё с нуля. То есть я прихожу опять, как администратор, меня опять посылается фруктами за чаем. И то есть я опять не могу я высказать свою точку зрения, потому что что-то не нравится, уходи. За фруктами за чаем ты в Турции? Нет, в Украине. Ничего себе, в Украине уже фрукты и чай. Прекрасно какая страна. Понятно. Прекрасно. Приезжайте в гости. Обязательно. Обычно это и в Эмиратах, и в Турции фрукты и чай приносят. Так, скажи, пожалуйста, есть такое чувство, что значимость – это для тебя какая-то болезненная штука. Она, в принципе, сопровождает все твои острые состояния. Ну, я думаю, что это связано ещё с детством. Не с родителями, а больше с друзьями, ну, то есть с людьми, которые меня окружали, потому что как-то я всегда была в тени своих подружек, своих знакомых. И хотелось бы, наверное, чтобы кто-то тоже обратил на меня внимание. И когда на тебя не обращают внимания, и ты трактуешь как незначимо, тебе становится как-то тревожно. Ну, я… Мне кажется, что я стараюсь как-то начать выделяться, то есть начинаю становиться какой-то активной, улыбчивой, много начинаю разговаривать. Вот. Но это что касается… А что ты ещё делаешь поведенчески, чтобы стать значимой? Начинаешь выделяться, что ещё? Хочу помочь сразу. Помогаешь, чё, чё? Да, да. А что ещё? делать комплименты, наверное, ещё и всё. Комплименты ещё что? Ну, не лицемерные, а, ну, как я на самом деле думаю. Да, и всё, наверное. И всё. Что не получается в этой значимости, как ты думаешь? Не получается. Я думаю, что… Мне кажется, что я ещё хочу стать значимой в работе. Вот. То есть, быть ценным сотрудником. Скажи мне, пожалуйста, сейчас, почему перейдём, скажи мне, пожалуйста, в период с августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за эти четыре месяца были эпизоды, когда ты, в принципе, ни на что не жаловалась, всё было хорошо? Ну, вот, такое вот чувство ненастоящести, ненастоящести, ну, в принципе, оно было, оно было с августа, оно не проходило, мне кажется. Но, когда я отвлекалась, тогда я забывала об этом. Она что-то отвлекалась? Ходила на собеседования, ходила там с друзьями отдыхать, ездила за границу, ездила на концерты. То есть, когда, как вы говорите, доминанта была на других вещах. Это ещё раз доказывает, что это не дереализация. Когда у человека синдром дереализации, деперсонализации, он из этого не выходит по определению. То, что ты эпизодически от этого действительно отвлекаешься, это говорит о том, что ты действительно переключаешься с определённого когнитивного процесса на что-то более интересное, эмоциональное, значимое, поездки, концерт, какие-то события. и воспринимаешь совершенно всё по-другому, так как оно есть. Потом, когда ты погружаешься обратно в свои повседневные будни, ты возвращаешься к каким-то мыслительным процессам, которые продолжают и, естественно, тебя будоражить в том объёме, в котором они тебя будоражат. Понимаешь? Угу. Как ты думаешь, в чём разница между мыслительным процессом в поездке за границей и тем процессом, который у тебя есть в повседневных буднях? Разница в том, что, когда я еду за границу, я начинаю обдумывать свои планы, начинаю себе представлять, как это будет, как это будет классно, что я буду делать, что я себе куплю. А когда я буду дома, ну, то есть, ну, о чём мне ещё думать? То есть, я сижу и концентрируюсь на этом, и, естественно, мне кажется, ну, из-за концентрации я думаю, что, да, всё какое-то нереальное, не такое. Вопрос. А почему ты на этом концентрируешься? Почему? Ну, ну, как вам сказать? Ну, и без особых усилий у меня так получается. Ну, вот здесь как раз-таки я категорически тебе хочу сказать, что ты сама создаёшь свою проблему с собственным инфантильным желанием помастурбировать себе голову. Когда ты переключаешься на заграничные поездки и думаешь, как ты себя любимую порадуешь, или как тебя порадует, то у тебя сразу всё хорошо. как только тебя не радует и ты себя не радуешь, ты возвращаешься к какому-то мыслительно-депрессивному процессу, депрессируешь себя сама, испытываешь какое-то астено-невротическое последствие тревожности и депрессированности и пытаешься с этим ещё исправиться. Если сейчас провести эксперимент, и тебе муж придёт и скажет, полетели в Барселону на выходные, ты резко выздоровеешь. А если он тебе ещё скажет, что я тебе сумку Биркину подарю, то ты вообще сразу скажешь, какая прелесть, я вообще прозрела. Да. Вот поэтому вы себя так и обманываете, что это дирилизация. Дирилизация вообще другая тема. Вообще это у тебя далёкая. Как, я не знаю, там, что там, грецкие орехи и сметана. У тебя есть какая-то инфантильная штукенция, где ты принимаешь решение относиться к текущим событиям твоей повседневной жизни как к незначимости. То есть, ты больше склонна к депрессивной ноте. Незначимая, нелюбимая, невостребованная, меня не слушают. Хоть это, может быть, и какой-то прагматический, и какой-то гедонистический мотив в этом есть. У тебя там какой-то личный, но в любом случае, если бы ты сегодня занималась какой-нибудь благотворительным фондом, и все бы бегали, Марьяна, какая умничка, Марьяна, смотрите, Марьяна смогла выдавать, а что спросим у Марьяны, Марьяна, вашим, вашим, как тебе по батюшке? Игоревна. Игоревна, Марьяна Игоревна, вы что думаете, ты бы быстро выздоровела вообще? Угу. Вот, слушай. Да, это, это, это так, я думаю. Вот тебе и путь твоего выздоровления, найти способ удовлетворения вот этих вещей, чтобы спрашивали мнение, советовались, была значима и нужна. в то же время, услышала меня? Да, 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 да. В то же время, надо понимать, что это не всегда на сто процентов реализовано, и когда кто-то не спрашивает твое мнение, когда кто-то не удовлетворяет твои амбиции в значимости, когда кто-то не выслушивает тебя, чтобы ты не воспринимал это стандартно, болезненно. А как ты, дорогая Марьяна Игоревна, воспринимаешь события, когда кто-либо, кто-либо тебя не воспринимает? Ты что об этом успеваешь подумать? Ну, раньше я бы парилась, но сейчас я бы подумала, да, пошли они все в жопу. О, уже жопа появилась, какая прелесть. Хорошо. После сезона, конечно, и не только. После сезона жопа открывается, это сто процентов. Да. Молодец. Смотри, значит, давай посмотрим, как можно сделать, как ты, если сезон смотрела, волки и овцы. Овцы. Да. Волки – это ты. Под названием я хочу, чтобы я была значима, чтобы со мной советовались, чтобы я делала какое-то интересное дело. То-то-то-то-то-то-то это волки, но овцы – это то, что не всегда это возможно, не все люди могут, не все. Где-то мне придется потерпеть, поприносить, что ли у Украины интересно, фрукты и чай. И вот как это все сбалансировать так, чтобы твое требование было засунуто в ту самую задницу, о которой ты так любишь говорить, видимо, но так, чтобы… Ну, давай тему задницы разобьем. Делать так, чтобы ты эту задницу смазывала хорошей силиконовой смазкой. как мне кажется, для меня самый оптимальный вариант это открытие своего дела. То есть, я занимаюсь тем, что мне нравится. У меня несколько своих сотрудников, которые со мной советуются, с которыми я советуюсь. Ну, в принципе, вот так. То есть, ты мне сейчас говоришь, Алексей, скорее всего, работать по найму мне будет для моего эго и моей гордыни тяжеловато. Да. Ну, в любом случае, решать тебе, да, потому что моя главная задача была продиагностировать так, как я умею и дать тебе понять, что если ты сможешь волков с овцами в твоем конкретном случае помирить, то у тебя все будет хорошо. Другое дело, что бизнес, особенно в условиях Украины, это не самая веселая задача и не самая спокойная. не самая безопасная и не самая такая, знаешь, пахнущая розами и пиалками. Поэтому это вопрос уже лично твой. Другое дело, что ты должна просто сегодня на занятии почувствовать была модель, что если бы это была дереализация и какая-то серьезная проблема, то не было бы вот такого, что это бы прошло при условии следовательно, твоя задача, Марианна Игоревна, создать эти условия с одной стороны, в то же время быть гибкой к тому, что иногда придется тебе кого-то послушать, где-то замолчать, где-то потерпеть, где-то сказать, что да, если не так, то это окей. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что вот сейчас я с этим справлюсь, потому что раньше я была очень категорична к этим вещам, но сейчас мне даже хочется попробовать работать на кого-то, чтобы попрактиковаться в этом. Вот знаешь, как ты интересно говоришь, я была категорична в этих вещах, но сама ходила, и на собеседование, поэтому ты говоришь, я была категорична, но ходил на собеседование, вот тебе ответ, почему тебе херово. И твой тезис, он очень был правильный, потому что если бы ты смогла устроиться по найму и носить тот самый чай с фруктами, научившись не подавлять этот гнев, а научившись конструктивно объяснять себе, что, например, я набираюсь опыта, я учусь, я тренируюсь, я набираюсь различного коммуникативного опыта и в сфере бизнеса, в сфере управления, в сфере делопроизводства, вот тогда это было бы гораздо сильнее, чем просто человек, который работал на позиции администратора, сейчас начнёт в Украине строить бизнес. Такое себе занятие. может быть, сначала всё-таки справиться с этой личностной эго-амбицией и научиться быть на вторых, третьих, десятых, тридцатых ролях, молчать в тряпочку и уметь с этой гордыней справляться и уже дальше смотреть по реальности, потому что если ты сейчас просто начнёшь затыкать эти дыры анальными пробками со словами «Вы все уроды, если вы со мной не советуетесь и меня не цените, и я пошла в свой бизнес», то ты рискуешь просто денег потерять. Ну, я, наверное, так и сделаю. Пойду, поработаю на кого-нибудь. Это что, для тебя плохо? Нет, это хорошо. Так. И наберусь опыта, навыков новых. Да. И потом... Как ты сама сейчас думаешь по поводу своего эго? Сможешь ли ты с ним договориться? Ну, а куда мне делаться надо? Пробовать? Я думаю, что да. Я думаю, что я найду к себе подход. Ну, прекрасно. Успехов тебе. Спасибо. Спасибо огромное. Мы можем выложить этот кейс как фрагмент про деревянство? Да, конечно, конечно. Хорошо. Роберт, все. Спасибо тебе большое, успехов. Да. Вам спасибо. Попробуй не только это помирить, попробуй попробуй эту инфантильную девочку, которая якобы недовольна тем, как с ней разговаривают и она хочет доказать, что она умная, значимая и вообще такая хорошая, попробуй ее немножечко приструнить и больше себе говори фразу «ничего потерпишь». Да, хорошо. Это мне надо. Да, я знаю, что тебе это надо, поэтому запомни ее. Чем больше ты будешь говорить «ничего потерпишь», вот это, Марьяна Игоревна, для тебя фундаментально важно. Вот прям напиши себе, знаешь, на листочке «ничего не развалишься» или «ничего потерпишь», как это по-украински я не знаю звучит, и покажи своему мужу. И он поаплодирует стоя, потому что он скажет «Ну, блять, ну, конечно, это про тебя, да». Хорошо, договорились. Все, успехов, счастливо, пока. Спасибо, пока-пока. Ну, чуть дольше, чем я ожидал, но, тем не менее, просто захотелось чуть попроверять кое-что. В принципе, достаточно стандартная история, которая никак меня не удивляет, потому что огромное количество людей, которые пытаются бороться с диреализацией, ищут ответы на вопросы с диреализацией, на самом деле просто долбятся совершенно в другую комнату, совершенно в другой коридор. Роберт, ты здесь, зафиксируй, пожалуйста, это. И ищут не там. И вместо того, чтобы научиться и смочь грамотно понять, что же с ними, занимаются не тем делом. Вместе с этим иногда бывают ребята, которые испытывают истинную диреализацию, истинную деперсонализацию. Им какие-то ушлёпки в ютубе рассказывают, что это тревоги, панические атаки, и они занимаются наоборот не тем делом. И вот здесь как раз возникает та самая проблема, которую мы имеем в современной реальности.